Антон Павлович Чехов Кухарка женится Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечки и пил чай, причем так громко кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха, нянька Аксинья Степановна, и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезное и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую элиминацию. Оно горело и переливало всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончаясь пертельно-бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за нашии, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но в сущности ничего не делала. На стол, за которым пили чай, она ни разу не всклянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица. — Кушайте, Данила Семенович, — угочала нянька-извозчика. — Да что вы, все чай да чай, вы бы водочки выкушали. И нянька придвигала гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехидейшее выражение. — Не потребляюсь, нет, — отекивался извозчик, — мне невольте, Аксиде Степановна. — Какой же вы, извозчика, а не пьете? Холостому человеку невозможно, чтоб не пить, выкушайте. Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение. — Нет, мол, не поймаешь, старая ведьма. — Иди пьюсь, увольтесь, при нашем деле не годится это малодушество. — Мастеровой человек может пить, потому он на одном месте сидит. Наш же, брат, завсегда на виду в публике. — Не так, Лис? Пойдешь в кабак, а тут ложь-то ушла. Напьешь, ежели еще хуже того, и, гляди, уснешь или с козел свалишься. Дело такое. — А вы сколько в день выручаете, Данила Семенович? — Какой день? В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз таки без гроша к двору поедешь. Одни разные бывают. Ночью наши делать совсем ничего не стоит. Извозчикам, сами знаете, хоть брут-брут и сено дорогой, а седок пустяковый норовит все на конки проехать. А все ж, благодарить Бога, не на что жаловаться. И сытые, и одетые, и можем даже другого кого осчастливить. Извозчик покосился на Пелагею. Я жалею им по сердцу. Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаши и послала его в детскую учиться. — Ступай, учица, не твое дело тут слушать. Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой родное слово, но ему не читалось. Все только что виденное и слышанное вызывало в его голове массу вопросов. — Кухарка женится, — думал он. — Странно. Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась на папаши, кузина Верочка на Павле Андреевича. Но на папе и Павле Андреевича так и быть уж можно жениться. У них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычинные. Но жениться на этом страшном извозчике с красным носом в валидках? — Фей! И почему эта нянька хочет, чтобы бедная Пелагея женилась? Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнаты и занялась уборкой. Волнение еще не оставило ее. Лицо ее было красно и словно испуганно. Она едва касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество, и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу. — Ушел! — проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора. — А он заметно хороший человек! — сказала мамаша, не отрывая глаз от вышивания. — Тресвый такой степенный! — Ей-богу, барыня, не выйду! — крикнула вдруг Пелагея, всяп вспыхнув. — Ей-богу, не выйду! — Ты не дури, не маленькая. Это шаг серьезный, нужно обдумать хорошенько. А так зря нечего кричать. Он тебе нравится? — Выдумывайте, барыня! — застыдилась Пелагея. — Такое скажет, что... и ей-богу! — Сказала бы, не нравится! — подумал Гриша. — Какая ты, однако, ломака! — Нравится? — Да он барыня старый! — Хе-хе-хе-хе-хе-хе! — Выдумывай еще! — окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька. — Сорока годов еще не исполнилось! Да на что тебе, молодой? С лица дура воды не пить! Выходи, вот и все! — Ей-богу, не выйду! — звездовала Пелагея. — Ложишь, какого лешего тебе еще нужно! Другая бы в ножки поклонилась, а ты не выйду! Тебе бы все с почтальонами да с лепетиторами перемиговаться! Гришенький лепетитор ходит барыня, а так она об него все свои глазищи обмазолила! У, пестижия! — Ты этого Данилу раньше видала? — спросила барыня Пелагею. — Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу! А Ксиня откуда-то привела? Черт, окаянного! И откуда он взялся на мою голову? За обедом, когда Пелагея подавала кушанье, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала. — Должно быть совестно жениться! — думал Гриша. — Ужасно совестно! Все кушания были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь, и в довершении всего во время обеда из рук Пелагея сыпались тарелки и ножи, как спахилившиеся полки. Но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папа же сердцем швырнул салфетку и сказал мамаши, — Что это у тебя за охота всех женить да замуж выдавать? Какое тебе дело? Пусть сами женятся, как хотят. После обеда в кухне замелькали соседские кухарки, горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье, откуда они пронюхали. О сватовстве — бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской занавеске и шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то схлипывала, то хихикала. Заснувший после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагея черномором и ведьмой. С другого дня наступила затишка. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика, и на свете не бывала. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно для переговоров. Пелагея с извозчиком не видалось, и когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала. — Да будь он трижды проклят, чтобы я о нем не думала! Тьфу! Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно краили, пошла мамаша и сказала, — выходить за него ты, конечно, можешь, твое дело. Но Пелагея знает, что он не может здесь жить. Ты знаешь, я не люблю, если кто в кухне сидит. Смотри же, помни. И тебя я не буду отпускать на ночь. — И бог знает, что вы думаете, парень, — звезднула кухарка. — Да что вы меня и попрекаете! Пусть он взбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему... Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша самер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик Филька. Этот Филька обыкновенно трется около прачечной и играет с собаками. Теперь же он был причесан, умыт и держал икону фольговой эризи. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с ней стоял извозчик. Оба молодые были красный, потный и усиленно моргали глазами. — А ну-с, хажи все время! — начал унтер после долгого молчания. Пелагея заморгала всем лицом и заревела. Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с нянькой и начал благословлять. И сводчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиней. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухла поклоны. Наконец сотворилась нарушенная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с шумом двигалась из кухни на двор. — Бедная, бедная! — думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки. — Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся? После венца до самого вечера в прачечной пели и играли на гармонике. Мамаша все время сердилась, что от няньки пахнет водкой и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась. — Бедная! Плачет теперь где-нибудь в потемках! — думал он. — А извозчик на нее! Цыц! Цыц! На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик, он поблагодарил мамашу и, склянув сурово на Пелагею, сказал — Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте за место отца матери. И вы тоже, Аксиня Степановна. Не оставьте, посматривайте, чтобы все благородно, без шалостев. А также, барыня, дозвольте рублика в пять в счет ейного жалования. Кому-то надо купить новый. Опять задача для Гриши. Жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета. И вдруг ни с того ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность. Гриши стало горько. Ему страстно. До слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагеи и опрометью бросился назад. Антон Павлович Чехов «Кухарка женится» Читал Джахангир Абдулаев 2 мая 2022 год Продолжение следует...